И когда мы идем туда, мы можем даже в движении, я сейчас в шоку. Ольга Михалёва много лет работала печатницей в типографии. На пенсии устроилась в ЧОП. Трудиться после 60 тяжело, но надо, пенсия невелика. Лишние годы трудового стажа помогает выдержать древняя китайская практика. Тайдзи байлунбол или мяч мягкой силы. И подвижность, и суставы, и колени. Если мне раньше приговор был палочка и костыль, и ходи пожизненно. До сих пор снимки лежат. То сейчас, извините, я могу пройти 10-15 километров. И мне хорошо. А у вас будет заболевание? Да, суставы, артрит, артроз. Вот третья, вторая степень. Стоимость, окрас. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На Западе этот вид спорта окрестили ролейболом или китайским бадминтоном. В Европе и Америке развивать его начали гораздо раньше. У нас к экзотической оздоровительной практике присмотрелись лишь недавно. Ролейбол – это многогранная практика. Одним словом не опишешь. Это и оздоровительная гимнастика ушел. Ходят элементы здесь из гимнастики. Но только оздоровительный, не боевой. Здесь и фитнес медицинский, можно сказать, для здоровья. Полезно для сердечно-сосудистой системы. У кого нарушение кровообращения, дыхательные системы. Ролейбол включает в себя два направления. Фристайл и соревновательные игры через сетку. Ракетку, которую держу я сейчас, она предназначена для номинации фристайл. У нее более такая мембрана, да, вот если посмотреть, она очень провисшая, сильно провисшая. Есть другая ракетка, она именно называется игровой ракеткой. Она уже хорошо натянута и нет провисов. И вот именно с игровой ракеточкой мы играем либо через сетку, либо партнерская игра у нас, да, идет. На первый взгляд кажется, что мяч к ракетке приклеен. Он не падает даже под самым острым углом. На самом деле разгадка проста и кроется в физике. Импульс данной шару в начале сохраняется и далее. Но стоит остановиться, и магия исчезает. Ульяновский ролейбольный клуб пока молод, как молоды душой все его участницы. Несмотря на серебряный возраст, тренировки не пропускают и выкладываются на каждый в полную силу. Кроме того, у многих за плечами годы занятий цигун. Это система китайских оздоровительных практик, в которых медитация сочетается с умеренными физическими нагрузками. Я иду по своим делам, и мне все равно кайфово, хорошо. Если что-то неожидаемо в мире происходит, с моей точки зрения, я как-то думаю, ну, значит, так и должно быть. Ничего там страшного и нет. Единственным ограничением в этом спорте является лень. Китайский бадминтон полезен почти при любых заболеваниях и может заниматься и стар, и млад. К примеру, возраст самого юного участника сборной России пролейболу 11 лет. Старейшего игрока 78. Я на пенсию уже несколько лет, и поэтому мне нравятся такие активные именно занятия. Позволяют отключиться от социума, мозг полностью погружен вот в эти физические красивые движения. И чувствуешь после часовой занятия полностью отдохнувшись. Прямо, можно сказать, полная реабилитация сил и умственных, и психических. Недавно сборная России дебютировала на международном чемпионате пролейболу в Китае. Среди 940 участников со всего мира наши спортсмены завоевали 4 серебряные и 5 бронзовых медалей. Дуэту с участием Ольги Солнцевой и Алии Ахметовой присудили призовое восьмое место. Вячеслав Новожилов, Максим Архипов, репортер 73. Субтитры сделал DimaTorzok